Филис, Фак, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс. Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней. Невозможно! Мы объедем. Ставлю тысячу фунтов, что я... Принимаю. Спи за 80 дней. Паспарту. Чтоб он женился на Белинде Мейс. Паспарту. Филикс, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашим услугам. Помешай Факу объехать вокруг света за 80 дней. Я должен выиграть пари. И нужно вовремя успеть проделки фикса разглядеть. Весь мир объехать с паспарту. О, Филис, будь осторожен. Дядя посылает этого негодяя фикса, чтобы помешать вам. Не волнуйтесь, мадемуазель, я компаньон мистера Фога. Проведу любого фикса. И нужно вовремя успеть проделки фикса разглядеть. Весь мир объехать с паспарту. Вокруг света за 80 дней. Через четверть часа паспарту мы должны быть на борту корабля, отплывающего во Францию. Так что пора укладываться. Понял, месье, что нам нужно взять с собой? Хм, нам понадобится вот что. Один мешочек со льдом, газета, компас и... Да, гаечный ключ и зубочистка. Я все собрал. Газету, мешочек со льдом, компас, гаечный ключ и зубочистку. Готово! А где Тату? Вот проказница-обезьянка. Идем, Тату! Отныне мы не будем расточительны со временем. Ровно в 4 часа пополудни нам необходимо быть в Париже. Ровно в 4 часа? И не минутой позже. Ибо именно в это время я встречаюсь со своим другом, мистером Альбертом Сантосом Дюмоном. Если мы не встретимся с ним ровно в 4 часа, то не объедем вокруг света за 80 дней. Он ключ к нашему успеху. В таком случае в путь, месье. Бесспорно мы, мальчик. Вы слышали, мистер Фикс? Каждые слова, мистер Фикс. Где ключ к вашему успеху, мистер Фикс? Опоздай фокоть на минутку, и ему конец. Вам нужно всего лишь их задержать, мистер Фикс. Нет ничего проще, мистер Фикс. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Я планирую задержать этого фога. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и ну! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Я видел его котелок! Один котелок – это еще не Фикс. Нет-нет-нет, вы слишком доверчивы. Я должен все проверить. Месье Фикс такой пройдоха. Ага! Простите, месье Матрос. Вы не видели на палубе толстяка в котелке и зонтиком? Он выглядит вот так. Не припомню, чтобы я его встречал. Его зовут Фикс. Он хочет помешать нам добраться до Парижа. Мы должны объехать вокруг света за 80 дней, чтобы Фок женился на Белинде Мэйс. Захватывающая история. Будьте начеку, месье Матрос. Слушаюсь, сэр! С каждой минутой мы все ближе к Парижу, мистер Фикс. Но ни за что они будут там в 4 часа, мистер Фикс. Видите этот магнит? Я положу его возле корабельного компаса и заставлю стрелку отклониться. Корабль пойдет на север, а не на восток. Простяще, мистер Фикс. Я тоже так думаю. Я задержу этого фога. Проделки Фикса! Проделки Фикса! Это определенно Фикс! Я полагаю, нет. Но, месье, у него не только котелок, но и зонтик. Даже котелок вместе с зонтиком это еще не Фикс. Не нужно спешить с выводами, а то выводы на тебя набросятся. На этот раз я уверен, я должен защищать вас от месье Фикса. Ага! Попался! Как ты смеешь? Вот и я! Получай! Полагаю, выводы долго себя ждать не заставили. Прогуляйся на камбус, выпей чайку, а я за тебя постою на вахте. Спасибо, дружище. Наш курс строгий на восток. Если хоть чуть отклонимся, влетит от капитана. Буду держать на восток. Хе-хе-хе! 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 Только я положу магнит возле компаса. Восток тут же превратится в север. Хе-хе-хе-хе! И поплыли, ребятки, в Норвегию. Странно. Я полагаю, мы изменили курс. Подай-ка мне компас с паспортом. Мы идем не на восток, а на север. Нам нельзя терять время, что-то не так. Проделки Фикса, проделки Фикса! Месье Фикс переоделся капитаном и сменил курс, чтобы мы опоздали на поезд. Нет, паспорту. Я просто уверен, месье Фок, я заметил, у него тоже есть усы. Чепуха, паспорту, мистер Фикс черноволос. Неужели вы не понимаете очевидного? Месье Фикс просто мастер переодеваний. Он надел парик. Я уверен, и усы приклеил. Кроме того, мы плывем не в ту сторону. Даже это не выдает мистера Фикса. Не нужно спешить с выводами, а то выводы на тебя набросятся. Как бы там ни было, я должен убедиться в этом. Держать штурвал. Полный вперед. Три тысячи чертей. Это месье Фикс, я точно в этом уверен. Наверное, парик нацепил. Но меня не проведешь. Ой, ну и ну, я снова попал в просак. Извините, мой капитан. В просак? В просак? В историю ты попал, а не в просак. Взять его. Бросить в трюм. Лопни, моя селезенка. Взвернуть его на рее. Ну и ну, выводы вот-вот набросятся на меня. Извините, месье. Взять его. Взять его. Взять его. Взять его. Прелестно. 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 Думаю, хватит. Сильно ушибся, мой мальчик? А теперь посидите спокойно, как добрые друзья. А я пойду на мостик и поговорю с капитаном. Хоу. Тут бывает тепло. Сильно ушиблит. Ушиблит. А теперь и слевел. Сильно ушиблит. Сильно ушиблит. Ушиблит. А теперь ушиблит. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Прошу прощения, сэр, но я полагаю, что ваш компас прибирает У меня без того хватает забот, чтобы выслушивать заявление о том, что мой компас врет Так и есть, сэр Мой компас указывает на север А ваш говорит, что мы идем на восток Так может, это ваш врет? Прошу взглянусь Три тысячи чертей, магнит! Совершенно верно Кто посмел? Я полагаю, он исчез Эй, приятель, помоги мне спустить шлюпку Я должен торопиться Мы что, идем ко дну? Ты что, это просто проверка инвентаря Плановое, все в порядке, спускай Быстрей, быстрей Ну, что ты там копаешься? Отлично, приятель, пока! Пока! Пока? Проделки фикса, проделки фикса! Ты прав, это проделки фикса Следующая проделка будет последней Я остановлю этого фога Вот увидишь! Ну и ну, мы упустили поезд в Париж Мы немного опоздали Нам крайне необходимо нагнать этот поезд В ином случае, мы не встретимся с мистером Димоном в 4 часа Вы молодец, мистер фикс Им ни за что не прибыть в Париж вовремя Передистанция, торможу! Смотрите, месье Фок Этот кондуктор просто копия фикса Паспарту не говори ерунды Он не более мистер фикс, чем я Не нужно спешить с выводами А то выводы набросятся на тебя Наверняка он снова переоделся Мы должны быть на стороже Но вам не о чем беспокоиться Я разоблачу его совершенно самостоятельно Но прежде мне нужно предупредить машиниста Машинистам всегда можно верить Эй, месье Машинист, извините В чем дело, приятель? На бровоз охота? Нет-нет, месье Дело очень серьезное Я хочу предостеречь вас по поводу кондуктора Кондуктора? Ну да Потому что это вовсе не кондуктор Я уверен, что это совсем другой парень Уж больно он на него похож Он попытается остановить поезд Чтобы мы не успели прибыть в Париж к 4 часам Ага Мне он тоже показался подозрительным Он новенький и очень странный Хватайте его, как только он спросит Берес Я не сумею его связать без вас Больше рассчитывать на меня Чудно Услышите мой крик, бегите Путь сделан Отходим Вам не удалось задержать эту пару, мистер Фикс Лорд Мейс будет очень-очень рассержен Но у меня есть новый план Надеюсь, хороший, мистер Фикс Превосходный, мистер Фикс Ну? Во-первых, я снижу давление в паровом котле Во-вторых, запру их на ключ и остановлю поезд Ну? Стоит давлению в котле упасть Поезд замедлит ход и потом встанет Они не попадут в Париж Не то, что к 4 часам, но и вообще сегодня Отличный план, мистер Фикс Я точно так думаю Я задержу этого фога Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Это же Фикс! Проделки Фикса! Мадмазель Белинда была права, он настоящий мастер перевоплощений! Да, я Фикс, и я вас задержал. Давление уменьшается, а ваше купе я запру на ключ. Когда оно совсем упадет, ваш поезд встанет, как вкопанный. Вы не попадете в Париж к четырем часам. Прощайте! Пока! Да, видите, месье Фок, я был прав в своих подозрениях, только подозревал не того человека. И вот теперь он уезжает, он уезжает! Что же нам делать? Поезд вот-вот остановится! Дай-ка мне газету, которую мы взяли с собой. Но, месье, разве сейчас время штудировать прессу? Посмотри. Я просовываю газету под дверь. Дай мне зубочистку. Я выталкиваю зубочисткой ключ из скважины. Втягиваю газету обратно. И вот ключ. А теперь мы открываем дверь. Ну и ну! Просто гениально! Теперь котел. Дай мне гаечный ключ, паспарту. Железнодорожная станция. Я бы хотел отправить телеграмму. Да, месье. Лорду Мейзу. Мейз Холл. Балатшир Великобритания. Записали? Да, месье. Ваша светлость. Миссия успешно завершена благодаря вашему чуткому руководству. Филес Фок и паспарту задержаны в пути. Усилиями вашего верного слуги это я. Фикс. Они не смогут добраться до Парижа, не говоря уже о кругосветном путешествии. Таким образом, я возвращаюсь в Англию за прочитающейся мне наградой. Подпись. Проклятье! Месье, проклятье тоже писать? Это они. Это они! А как же телеграмма, месье? Телеграмма! Телеграмма! К чёрту телеграмму! Жандарм! Жандарм! На помощь! Помогите! Что тут у вас произошло? Английский джентльмен убежал. Боюсь, что он болен. Помогите ему. Да болен? Не волнуйтесь, я догоню его и помогу. А, вот он. Бежит как больной. Быстро я его догоню. Стойте! Именем республики остановитесь. О, мистер Фикс, совершенно неожиданный поворот. Вас преследуют французские власти. Мистер Фикс, чтобы остановить флага, нужно избежать ареста. Гениально, мистер Фикс. Остановитесь! Я хочу вам помочь! Я хочу стать вашим другом. Позвольте мне вам помочь. И что теперь, мистер Фикс? Фокс все же прибыл в Париж. Я думаю, я думаю. Думайте быстрее, мистер Фикс. Вы говорили, что ключ всей операции в том, чтобы их задержать. А вы не задержали их даже на секунду, мистер Фикс. Вот оно, мистер Фикс. Волшебное слово. Ключ. Ключ. Я тебя остановлю, Фок. Вот увидишь. Что ж, мы прибыли как раз вовремя, несмотря на проказы нашего друга, мистера Фикс. Ах, месье Фок, как бы мне хотелось показать вам Париж. Это же самый прекрасный город в мире. Ах, господа, вам понравился наш город. Это просто чудесно. Поэтому прошу приготовиться, потому что вы миллионный турист, приехавший в Париж. Я приветствую вас от имени городских властей и приглашаю на скромную церемонию, где мы вручим вам ключ от нашего дневного городка. Весьма любезно, с вашей стороны, месье. И где пройдет эта церемония? На вершине фельдовой башни, разумеется. На головокружительной высоте над городом. Весь Париж будет расстилаться у ваших ног. И крыс это. И в котором часу начнется церемония? Ровно без четверти четыре. Что ж, если это скромная церемония, то до четырех мы можем успеть ее посетить. Очень быстрая и короткая церемония, прошу. Вам доставит удовольствие это торжественное мероприятие. По такому случаю мы поднимем вас на вершину башни на лифте. Ну и ну, что за вид? О, смотрите, месье Фок, это Лувр. А вон там, месье, триумфальная арка, построенная в честь побед Наполеона. О, Париж, Париж, какой город может с тобой сравниться? Смотрите туда. Это знаменитый собор парижской богоматери. Один из самых... Приехали, все выходят. Прошу. Чудный вид. Это самое высокое сооружение, построенное человеком. Да, и спускаться вы будете долго. Рад, что вам понравился вид. Вы будете наслаждаться им до конца своих дней. Что? Что? Вы же обещали вручить нам ключ от города. Вот единственный ключ, который вам нужен, но вы его не получите. Прощайте. Я все же сумел тебя задержать, Фок. Тебе не успеть навстречу, потому что до четырех осталось всего пять минут. Эй, паспарту, не нужно спешить с выводами. Ну и ну, что же нам делать? В нашем саквояже найдется какая-нибудь палочка-выручалочка. Саквояж совсем пуст. Теперь нам точно пришел конец. Мы ни за что не встретимся с месье Сантосом Дюмоном. Я бы не стал спешить с выводами паспарту. А то выводы на тебя набросятся. А вот ты, мистер Сантос Дюмон. Ну и ну, воздушный корабль. Совершенно верно. Альберто Сантос Дюмон – известный пионер воздухоплавания. Он построил множество таких кораблей и совершает регулярные рейсы между Эйфелевой башней и Сен-Клодом. Приветствую, мой друг Филлиас! Прошу на борт! Полюбуйтесь, полюбуйтесь! Что вы теперь скажете лорду Мейзу, мистер Фикс? Скажу ему правду, мистер Фикс. И какую же мистер Фикс? Что все взлетело на воздух, мистер Фикс? Прекрасный способ путешествовать по спорту. Это так успокаивает. В будущем все будут путешествовать именно по воздуху. Ни пробок, ни аварий, ни пыли. Ни проделок Фикса! Совершенно верно. По спорту. Письме за 8-10 дней Автор сценария – Чед Столл. Композитор – Джон Сэнкстер. Режиссер – Лейв Грэм. Продюсер – Уолтер Джей Хакер. На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу ТНТ в 2005 году. Им нужно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть Весь мир объехать С паспорту Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова